Время новостей 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 единую экспортную стратегию. По второму направлению послания будет уделено особое внимание развитию и поддержке бизнеса. Здесь ключевым критерием оценки станет показатель трудоустройства населения, заявил Бахчан Сагентаев. И поручил правительству и Акимам разработать к 1 июля нынешнего года системные меры по урегулированию бизнеса. Внедрять стандарты и практику развитых стран – третий приоритет перезагрузка финансового сектора страны. Вопрос улучшения качества человеческого капитала включил поэтапное внедрение английского языка. Уделить внимание необходимо и повышению качества знаний, особенно в частных вузах страны. Разъяснительную работу провести по вопросу обязательного медицинского страхования, усилить работу по безопасности граждан и борьбе с коррупцией. Реализацию каждого из озвученных направлений глава Кабмина закрепил за конкретными ответственными лицами и поручил начать повсеместную работу. Конкретные задания были розданы и на местах в каждом регионе страны. План мероприятий и медиаплан и создание вот этих областных информационных групп. Плюс встреча вот этих республиканских информационных групп. Каждый зам по своему направлению. То, что сейчас по промышленности, по приватизации, сельское хозяйство, аграрный сектор, создание вот этих всех кооперативов, создание новых рабочих мест, малый и средний бизнес. Адам и Гиммин, Берге должны тоже самое, четко разработать вот такие мероприятия. Должны вы расписать полностью вот этот сетевой график. Казахстан вступил в третий этап модернизации. Глава государства призвал казахстанцев стремиться к глобальной конкурентоспособности. Новые пять приоритетов, поставленные как минимум на ближайшие пятилетия, президент изложил в своем новом послании. Нурсултан Азербайев не просто поделился собственным видением дальнейшего развития страны на новом этапе, но и обозначил ряд конкретных задач. Алматинская область одной из первых в республике взяла курс на реализацию новых президентских поручений. О планах первостепенных дел сегодня актив в области рассказал глава края ЖТСУ Амандык Баталов. К слову, нынешнее послание Ельбасы народу Казахстана жители региона встретили с большим воодушевлением. Мнение видных общественных деятелей региона в ходе заседания актива по обсуждению послания выслушали и наши корреспонденты. Шагать в ногу с цифровыми технологиями, быть конкурентоспособными в глобальном масштабе и войти в тридцатку передовых стран мира. Такие задачи ставит перед казахстанцами президент в новом послании. Жители благодатной земли ЖТСУ одними из первых не просто изучают его, но и разрабатывают собственный план мероприятий по воплощению всех без исключения президентских поручений. Ряд конкретных задач в свете посланий главы государства перед активом области озвучил глава региона Аман Бекваталов. В приоритете строительство дорог, запуск новых производств, развитие малого и среднего бизнеса и привлечение инвестиций. Казахстану нужно сохранить лидерство по привлечению иностранных инвестиций. Эти слова президента Алматинская область готова подтвердить делом. Очень много моментов и приоритетов, которые президент обозначил в своем послании, напрямую касается именно нашей Алматинской области. Алматинской области, где сейчас очень хорошо идет развитие малого и среднего бизнеса. Буквально за короткое время с 21% доля малого и среднего бизнеса в общем объеме произведенной продукции составляет уже 38%. И конкретно в этом послании об этом говорится, что именно мы должны создать все условия для бизнеса. Новым драйвером экономики, по мнению президента, должен стать и аграрный сектор. В частности, упор ставится на производство экспортной продукции. Конкурировать на международном рынке отечественным аграриям позволит переход от сырьевого производства к выпуску качественной переработанной продукции. Укрупнение малых хозяйств, эффективное использование сельхозугодий, повышение уровня производительности труда – амбициозные задачи на ближайшие 5 лет. В течение 5 лет необходимо увеличить площадь орошаемых земель на 40% и тем самым довести его до 2 миллионов гектаров. Вот работа. Сейчас мы работаем над тем, чтобы со счет местного бюджета мы полностью сделали паспортизацию, инвентаризацию и выделяем сейчас деньги, сделали проектно-смертную документацию. И не только за счет бюджетных средств, а через Азиатский банк развития мы уже добились, что нам выделяют 32 миллиарда. И в этом году уже первый транш – 17 миллиардов тенге – уже деньги поступают к нам в область. Вот результат уже по поручению президента в этом послании. И за счет реконструкции и ремонта, и проведения порядок ирригационных сетей мы сможем к нашим, чувствующим 450 тысяч гектаров, добавить еще 126 тысяч гектаров. Помимо агросферы, большое внимание президент в своем послании народу уделил и социальной сфере. Власти страны и дальше будут развивать жилищную программу. Согласно новому поручению президента, как минимум полтора миллиона семей в предстоящие 15 лет должны быть обеспечены доступным жильем. В приоритете и занятость населения. Жители нашей области с большим воодушевлением приняли нынешнее послание президента страны, потому что именно в этом послании мы нашли ответы на многих вопросов, которые волновало жителей. Это первое социальное положение людей, пенсионеров, здравоохранения в сфере образования. Алматинская область сегодня является передовым краем нашей республики по развитию экономики в секторе жилья и образования. И я надеюсь, что вот эти изменения и те задачи, которые ставит перед нами президент, будут плодотворно влиять на наше развитие дальнейшее. Наряду с образованием большая модернизация ожидается и в сфере здравоохранения. Медицина будет перенимать передовой опыт мировых стран. Уже с 1 июля начнется внедрение обязательного медицинского страхования. Участникам системы будет предоставляться широкий спектр медицинских услуг. Законодательно глава государства Нурсултан Назарбаев поручил ввести и регулирование цен на лекарства. Повышать дальше будут и пенсионные надбавки. Увеличат размеры единовременного пособия на рождение детей. Впрочем, в пенсионной системе ожидается большая реформа. Уже с 1 июля 2018 года назначение базовой пенсии будет осуществляться по новой методике. Народ всегда ожидает добрые, хорошие дела от ежегодных посланий президента. Мы, ветераны, тоже что-то ожидаем. Нас радует то, что до 20% будет расти уровень, объем пенсии. Значит, на вооруженном выплаты пенсии будут увеличиваться тоже на 20% и более. И, кроме того, мы недавно рассматривали вопрос в общественном совете целом о здравоохранении и как обстоит дело обеспечением лекарств. Особенно волнует народ цены этих лекарств. Мы не могли найти на этот вопрос решение, потому что в этом годном меморандуме еще был не принят. Но вот в этом послании как раз и говорится, тут указывается о том, что, значит, я считаю так, чтобы готовить законодательную базу по регулированию цен на особо нуждающиеся виды лекарства. Это, я думаю, прямое задание правительству и парламенту. Вопрос должен положительно решаться. Это нас, конечно, радует. Многонациональный Казахстан с успехом прошел 25-летний путь становления. В следующие 25 лет нас ожидают еще более высокие рубежи. Задачи, озвученные в послании президента, амбициозные, но вполне достижимые. В этом не сомневаются и житысурцы. Уже завтра область готова приступить к масштабному разъяснению. Агитационная работа продлится до конца февраля. Лужана Дельханова, Жаслан Шинкенжи, Абзал Нусипов, телеканал ЖТСУ, Талду Курган. Ежегодные послания президента народу Казахстана сегодня обсуждают повсеместно. Наряду с этим началась информационно-разъяснительная работа по районам. Одним из первых регионов по области, создавших специальную рабочую группу, стал Каратальский район. Пункт назначения – Тастюбинский сельский округ. Рабочая группа по информированию населения. Коротко разъясняла все основные приоритеты послания президента. Акцент на сельскохозяйственной отрасли, потому как именно аграрный сектор должен стать новым драйвером экономики. На встрече собрались жители сельского округа и работники молочно-товарной фермы Тастюбе Агрофуд. Уже с первого дня мы активно обсуждаем послание президента. Наша главная задача – информировать население, особенно жителей отдаленных сел. К примеру, сегодня мы прибыли в Тастюбе и на этом не остановимся. Агитационная работа будет длиться целый месяц. Мы, каратальцы, поддерживаем послание главы государства. Не случайно первым пунктом пребывания рабочей группы стал комплекс Тастюбе Агрофуд. Молочно-товарная ферма занимает весомое положение в экономике района. На сегодня здесь развивают перспективную отрасль молочного и мясного производства. Владельцы вложили в модернизацию полмиллиарда тенге. Сейчас здесь полностью оснащенные блоки современная техника. И самое главное – породистое поголовье. В основном представлена сементальская порода – животное мясомолочного направления. Отличают их и выносливость, высокопродуктивность и быстрый рост. Больше килограмма в день прибавляют в весе телята, говорят фермеры. На данный момент у нас есть свыше 300 голов крупного рогатого скота. Первая партия – 90 голов, была завезена в мае 2016 года. А вторая в ноябре – уже 120 коров. Первая партия уже дает молоко. В сутки от 17 до 20 литров молоко сдаем в местный гормолзавод Уштубе Айдын. Приплод стопроцентный. Наши планы – довести поголовье до 1500 коров. В регионе активно притворяют в жизнь поручения главы государства по привлечению инвесторов в производство молока, молочных продуктов и не только. В прошлом году в районе было посеяно свыше 900 гектаров сахарной свеклы. Урожай по 353 центнера с гектара. В перспективе увеличить посевные площади до 1100 гектаров. В прошлом году в районе были открыты два подготовительных сервисных центра при поддержке Акима области. Они ведут работу по двум направлениям. Это увеличение количества посевов и увеличение качества сахарной свеклы и риса. В очередном послании Акимам поручено создать условия для объединения более 500 тысяч домашних хозяйств и малых фермерств кооперативы в течение пяти лет. В Каратальском районе на данный момент уже создано пять кооперативов. Эльвира Ликерова, Айдос Калиев, телеканал ЖТСУ, Каратальский район. Продолжаем выпуск с событиями в мире. Завычайное положение. Тысячи людей эвакуированы. Пожарные борются с огнем круглосуточно. Первые гонки на тракторах по бездорожью состоялись в Беларуси. Участниками стали семь колесных машин и одна на гусеничном ходу производства Минского завода. Трактористам предстояло преодолеть 12 километров трассы. Ее маршрут пролегал через лесные участки, водную преграду и специально созданные препятствия. Зрители могли следить за ходом гонки на экранах. Трансляция велась с помощью камер, установленных на беспилотных летательных аппаратах. По замыслу организаторов мероприятия, оно должно было продемонстрировать надежность техники и тем самым улучшить имидж предприятия. Единственные в мире тройняшки гигантских пан сменили место жительства. В канун Нового года по лунному календарю их привезли в парк Чимлунг на юге Китая. Животные приехали из центральной части страны, где сейчас заметно холоднее, чтобы новоселы легко пережили смену климата, для них построили специальный вольер. Новое место жительства тройняшкам начали искать еще полгода назад, когда пришла пора их отселять от матери. Сейчас зверя там по два с половиной года. Устрашающие кадры из США. Тысячи черных птиц слетелись в Фьюстон. Как все было, снял регистратор одной из машин. Видно, что стая кружит над шоссе, потом спускается ниже. В итоге некоторые пернатые буквально врезаются в лобовые стекла, приводя водителей в ужас. Многие были вынуждены сбросить скорость. Видео сейчас активно обсуждают в интернете. Кто-то пишет, что необычное поведение птиц спровоцировала плохая погода, а кто-то просто сравнивает кадры со сценами из фильмов о конце света. Обзор новостей подготовила Асим Кощегулова по материалам интернет-ресурсов. Комитет по статистике опубликовал информацию о размерах среднемесячной заработной платы. Согласно данным, больше всего зарабатывают руководители компании по добыче сырой нефти и природного газа. Самые высокооплачиваемые специалисты в нефтяной сфере. Инженеры по техническому надзору, по бурению, по креплению скважин. Их оклад варьируется от 832 тысяч тенге до 1 миллиона и выше. В сфере строительства максимальная сумма у менеджеров 308 тысяч тенге. Облицовщик-мраморщик получает на 26 тысяч тенге меньше. В сельском, лесном и рыбном хозяйстве из квалифицированных специалистов больше всех зарабатывают машинисты 166 тысяч тенге и трактористы 147 тысяч. Меньше у фермеров, стригалей и охранников в пределах от 27 до 41 тысячи тенге. Средняя заработная плата преподавателя в университете по стране составила примерно 133 тысяч тенге. Найти тему для научного проекта по развитию зеленых технологий, подготовить научный проект и провести соответствующие наблюдения. Такую возможность получили школьники из Акмолинской области. Им помог Центр зеленых технологий Арнасай. Ученики взялись выращивать африканского сома в закрытых условиях, а воду, в которой содержалась рыба, использовали как биоотходы для удобрения почвы. Стоит отметить, это всего лишь несколько проектов, которые реализуются на базе Народной академии зеленых технологий. Всего их 35. И авторы всех этих проектов – обычные школьники Вячеславской средней школы, которые получили возможность на практике реализовать самые лучшие проекты. В Усть-Каменогорске уже готовятся к паводкам. Сотрудники служб ЧАЭС отправились в рейды по самым проблемным микрорайонам и не только предупреждают население о возможной угрозе, но и обучают, как справиться с приходом большой воды. В областном центре под угрозой затопления около 2000 домов. Большинство из них в микрорайонах Согра, Миновные, Ахмирово. Уровень снега здесь выше полутора метров. С начала зимы они провели уже более 500 рейдов. К слову, в Усть-Каменогорске за пределы города уже вывезли почти 140 тысяч кубометров снега. Но работы будут продолжены до самой весны. Обзор новостей подготовила Эльвира Ликерова по материалам интернет-ресурсов. Продолжаем выпуск. С 2018 года фармацевтический рынок Казахстана должен полностью соответствовать международным стандартам. Таким образом, государство намерено улучшить качество лекарств и обслуживание населения. Акцент при этом делается на современной технологии. В каждой организации должно быть специальное оборудование, фиксирующее и обеспечивающее определенные нормы хранения и перевозки лекарственных препаратов. Это температура, влажность, вентиляция, санитарное состояние на складах и в помещениях. Еще одна важная составляющая – квалифицированные специалисты. В Алматинской области с прошлого года проводятся курсы и тренинги для работников фармацевтического рынка. Сейчас в регионе числится 11 производителей лекарственных средств, более 90 аптечных складов и порядка 1000 аптек. Первая и пока единственная в Талдокургане фармкомпания, получившая такой сертификат соответствия – ТО «Кудермет». А в соответствии с дополнениями и изменениями, внесенными в Кодекс Республики Казахстан о здоровье народа и системе здравоохранения, соблюдение этих требований со следующего года будет обязательным для всех производителей лекарственных средств, аптечных складов. ТО «Кудермет» ТО «Кудермет» было организовано в 1995 году. Тогда в ТО «Кудермет» работало всего два человека. На сегодняшний день в ТО «Кудермет» трудится 130 человек, открыто по области в городе Талдокурган 20 аптек. К этому дню мы шли очень долго, упорно. Конкретно, непосредственно подготовкой к получению сертификата, подготовкой склада, оснащению склада, покупкой современных приборов учета, контроля транспорта. Этим мы занимались вплотную последние два года. Вот, наконец, мы получили этот сертификат. Мы очень рады. Уже 2-3 года мы проводили в городе Талдокурган, в ближайшие районы собирали, и каждый район ездили, и общественную, фарма общественную, и предприниматели проводили разъяснительную работу. Результаты чего? Сейчас по нашей области 11 объектов прошли, прошли международные стандарты. Из них 6 производителей, 7 дистрибьюторов аптечных, и аптеки только еще собираются подавать заявку. Кто не прошел, уже приостанавливает свою деятельность. Сегодня выступающие на Универсиаде казахстанские спортсмены завоевали две золотые, одну бронзовую и две серебряные медали сразу в нескольких видах спорта. Теперь в активе нашей сборной 8 наград различного достоинства, благодаря чему Казахстан обошел Китай в медальном зачете и поднялся на второе место, уступая теперь только России. В спортивном комплексе Алата у Толгарского района был разыгран комплект медалей по биатлону. Нужно отмечить, что женская индивидуальная гонка на 15 километров прошла при густом тумане. Однако капризы природы не помешали казахстанским спортсменам занять лидирующие позиции. Алина Райкова проявила настоящие чудеса скорости, меткости, выносливости и техничности. Допустив лишь два помаха, она преодолела нелегкую дистанцию за 59 минут 48 секунд. Следом за ней финишировала еще одна казахстанка Галина Вишневская. Замкнула тройку призеров украинка Надя Белкина. Эмоции меня переполняют, потому что это очень ответственная гонка. Во-первых, эта гонка проходит дома. Нужно было не подвести болельщиков. Эта медаль, как бы сказать, такая. Очень, на вас мне тяжело. Ну, в общем, вы сами все видите, я безумно рада. Я очень благодарна своим родным, своим близким, друзьям, кто до конца верил в меня, даже тогда, когда никто не верил. Ну, так же. В общем, я очень сильно благодарна всем. Казахстанка Анна Шевченко стала бронзовым призером в гонке-преследовании на 5 километров у женщин с результатом 13 минут 51 секунда. Золото в этой дисциплине завоевала россиянка Анна Нечаевская, а серебро – другая представительница России Лилия Васильева. Для нашей соотечественницы это уже вторая медаль на универсиаде 2017. Накануне она выиграла бронзу в индивидуальной гонке на 5 километров. Было очень тяжело уже, почти сдалась. Потом собралась силами и все, что смогла, то сделать. Большое спасибо смазчикам и тренеру за подобранный материал, так как на спуске у нас лыжи катерии лучше, чем у поляков. Лучшим из всех представителей Казахстана среди мужчин в индивидуальной гонке на 10 километров с свободным стилем, прошедший также на лыжно-биатлонном. В комплексе стал Виталий Пухкало. Он остановился в одном шаге от пьедестала почета, финишировав четвертым и проиграв победителю минуту и 4 секунды. Первое место в гонке занял россиянин Дмитрий Ростовцев. Блестящие результаты показала сборная Казахстана по фристайлу в лице Жанбаты Алдобергеновой и Баглана Инкарбека. Они выиграли золото универсиады в смешанной командной акробатике. Это один из самых завораживающих и зрелищных зимних видов единоборств. Серебро и бронза достались китайцы. Гости выставили на эту дисциплину два состава. Соперники были сильными. Китайцы, вы и сами, наверное, знаете, что они сильные, белорусы. Но мы постарались, мы показали, что мы можем. И получилось так, что мы сильнее оказались. Отличились казахстанцы и в конькобежном спорте. На дистанции полторы тысячи метров бронзовую медаль завоевала Екатерина Айдова. Погодные условия, а точнее опасность схода снежных лавин, помешала выявить сильнейших в состязаниях по горнолыжному спорту в Шебулаке. Завтра любители зимних дисциплин, жители и гости Алматы, смогут понаблюдать за прыжками с трамплина, а также насладиться выступлениями сноубордистов, конькобежцев, горнолыжников, представителей фигурного катания и хоккея с шайбой. В связи с выпадением сильных осадков и большой высотой снежного покрова в горах Ильисского Алатауа Матинской области в период с 31 января по 1 февраля ожидается сход снежных лавин. В эти дни не рекомендуется выход на крутые заснежные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Кроме того, осадки препятствуют и дорожному движению. На трассе Талткурган-Капал сильная метель, скорость ветра 10-14 метров в секунду. В связи с чем движение по трассе для всех видов автотранспорта закрыто. А это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин